Друзья мои, скажите, вот у нас как бы формат сегодняшнего мероприятия какой он? Просто концерт или что мы вообще как? Ты говорила, что там может быть кто-то что-то хочет там спросить или как-то как встречать, что-то спеть там, или это мы сегодня ничего не делаем? Нет, вопросы, как бы, понимаете, естественно. А, ну короче, концерт. Ну это я скажу, про диски, про пластинки я потом скажу. Ты про меня не расскажи, нам все очень интересно. Нет, вопросы есть. Давайте, давайте, просто, мне кажется, что нам нет смысла делать какой-то перерыв, да, Да, потому что, ну как бы, если хотите, мы можем сделать, но, мне кажется, мы хорошо сидим и... Ну как-то, смысл нет. Давайте, вопросы. Вопрос. Какой процессор? А мне интересно, что с микрофоном? Это вокально-гитарный процессор, называется TC Electronic. Спасибо. Так, хорошо. Ну вы думайте про вопросы, а я... Я могу сразу второй задать. Давайте. Почему плотник? Ну, это длинный ответ, конечно, может быть, развернутый. Но, дело в том, что... Раньше, когда-то, у меня была группа, называлась Лихолеси. Такая донбассская была группа. Вот, и мы... Я вообще сам родом из Горловки, там прожил до 14-го года. Вот. И мы, собственно, до 13-го года, был у нас такой проект, назывался Лихолеси. Мы играли с 99-го, наверное. Я очень пожилой человек. Это я выгляжу очень хорошо. Я по принципу все это помою голову. А так я, знаете, мне годков уже так натикало тут нормально. Да. Я застал. Я тоже был на концерте Вени Дыркина в 90-е, дай бог памяти, в 18-м году. Да. Так вот. И когда я понял, что нужно сменить формат, потому что мы играли такой традиционный русский рок такой. У нас была группа, мы так все, ну, ракешник такой играли. Записали кучу альбомов, кучу песен. Я их некоторые, кстати, вот сегодня, может быть, даже спою из репертуара того. Вот. И потом я решил сделать такой электронный проект, такой экспериментальной музыки. И понял, что самое лучшее название – это название моего имейл-адреса. Он так у меня и назывался. Он есть до сих пор. «Плотник 82. Собака. Мейл и руководка». И я как бы решил, что это прекрасное название, и вот взял его. И я, в общем-то, на самом деле первый артист, который взял название по своему почтовому ящику, на самом деле. Вот так вот. А почему я назвал почтовый ящик там, вам? Вот это я вам сегодня не расскажу. Расскажу на следующем концерте через год. Вот так что приходите, друзья мои. Вот этот вот, мы оставим вам на закуску, да. Хоть орёл ты, а хоть скалопендра, Жизнь и есть твой счастливый билет. В ней всё просто и закономерно. Ночь пришла, значит, скоро рассвет. Чин на годы идут за годами, Ни минуты, мгновенья века. А у нас так бывает внезапно, Из-под тишка. Хуяк и лето. Сразу после долгой зимы и лета. От ноча до края земли и лета. На повторе у тебя в гараже, как ранний лето. И не опускает уже. Нам покой не маячит, не снится, Даже в полном забытой лужи. И летят перелётные птицы, У нас всё вдаль кусочек души. И пускай в наше тёмное время С каждым часом всё меньше тепла. Но горячий камень Уже стал главой его угла. И летом, потому что и лета. Без объяснения причин и лета. Нечего сказать так молчи, Но и лета остаются занозы в душе, Как ранний лето. И не отпускают уже А птенцы выпадают из рая И уходят в свободный полет Я с годами стал сентиментален Но понимаю, что и это пройдет И когда ты взлетишь надо мною Совершать свой последний обряд Я попрошу, чтобы это случилось В конце ноября И летом Сразу навсегда и для всех Так и летом Обухом по голове И летит бит When I find myself in times Как позднее лето Их уже не отпустим Не ждит Лето в этом Лето в этом Маленькая жизнь Спасибо